Всем привет! Сегодня смотрим планы Вселенной на вас. Что кардинально изменится в вашей судьбе? От вас отходит какая-то болезненная ситуация. Вы как будто бы будете выбирать новый путь. Понимая, что какая-то пауза, остановка в вашей жизни завершается. И нужно будет продвигаться дальше. Потому что уже так нельзя. Вы очень долго уже находитесь в состоянии стагнации. И Вселенная вас выводит на путь, где нужно проявлять активность, где нужно строить новые планы, где нужно продвигаться. И как-то нужно уже поспешить всё-таки по старшему аркану колесница. Вы очень много времени потеряли в той ситуации болезненной, по десятке мечей, да, я вижу, эмоциональную боль. От происходящего, от какой-то борьбы. Пятёрка мечей, борьба, преодоление преград, конфликты, недопонимание. Каждый отстаивает свою правду. Вы от этого ушли когда-то, потому что не смогли с этим бороться. Вы отошли от этой ситуации, да, предпочли абстрагироваться. Но получилось так, что в вашей жизни образовалась стагнация, остановка на очень длительный срок. Но скоро нужно будет собираться в дорогу. Вас ждёт новый путь, новые возможности. Нельзя свою жизнь ставить на паузу. Ну, ни при каких обстоятельствах. Плохо идёт всё, хорошо. Ну, нужно жить. Нужно продолжать движение. Вот такой совет дают карты. Если сейчас вы понимаете, что изменить ничего не можете эмоционально, остро переживаете случившееся, не можете справиться с эмоциями, здесь совет карт. Не ставить свою жизнь на паузу, ничего не ждать, никого не ждать. Продолжать движение вперёд. Постарайтесь увидеть в том, что произошло. Какие-то плюсы. Всегда ведь в любой ситуации есть минусы, есть плюсы. Не останавливайте, сидите вперёд. Вас ждёт движение, вас ждёт активность. Вам нужно продолжать жить, вам нужно строить новые планы. Вам нужно двигаться, расти личностно. Какие планы на вас, у Вселенной? А планы увести вас от ситуации, где было много негатива, где была какая-то борьба, пустая борьба, столкновение интересов, которые они имеют под собой, ну, какого-то здравого смысла, да? Нет логического объяснения, возможно, поступкам каких-то людей в отношении вас. Здесь, по этому раскладу, я вижу, что человек осознаёт, что всё вот это, с чем пришлось бороться, это очень какое-то всё нелепое, всё как-то глупо. Этого могло бы и не быть. Вы не понимаете, возможно, здесь мотив, мотивов действий каких-то людей в отношении вас, каких-то импульсивных действий, резких. Может быть, какие-то колкости, вот ваш адрес идут. Вы пытались от этого как-то уйти, да, наладить контакт, компромисс. Приди к компромиссу, да, найти компромисс. Но не получилось. Слишком они, эти люди, скажем так, они сначала делают, потом разговаривают. А вы так не привыкли. Вы как здравомыслящий человек, в общем-то, сначала обговариваете, а потом уже что-то делаете. Эти люди очень странно себя повели. Ну, у них, наверное, свои какие-то есть. Объяснения собственным поступкам. Ну, важно что? Важно то, что вы от этого уходите. Вас вселенная выводит, видите, выводит по восьмерке кубков. Это уход, освобождение от ситуации колкостей рыцарь-мечей, паш-мечей, от глупых поступков, резких, необдуманных каких-то людей. И выход в старший аркан солнца – это светлый чистый путь. Это путь правды истины, вашей удачи, вашего истинного счастья, благополучия. Давайте посмотрим подробнее, да, во что у вас все-таки. Старается вывести вселенная. Помогает вам выйти из состояния внутреннего одиночества. Чему-то карты мне говорят о том, что здесь человек внутренне одинок. Навязчивые мысли. Очень трудно справиться с тем, что произошло, потому что нет четкого понимания, куда двигаться, что делать. Человек чувствует себя одиноким, покинутым, нет поддержки, нет помощи. Неужели так и пройдет моя жизнь? Вот есть такие мысли очень часто. Очень глубокое внутреннее одиночество. Ни во что не верится. Старший аркан – отшельник и четверка мечей. Затянувшаяся пауза, да, повторюсь. И человек, ну, уже отчаялся. Но карты положительные у нас выходят. Посмотрите, троечка кубков. Это праздник. Это гармония. Это радость. Это радость от освобождения вот этой истории. Вселенная вас подводит уже к завершению вот этой ситуации. Завершился цикл какой-то определенной в вашей судьбе. И пройдя вот эту ситуацию, вы как бы поднимаетесь на следующую ступень. Все прошлое остается там, где ему должно быть. А вы, сделав правильные выводы, получив какой-то колоссальный жизненный урок, продвигаетесь дальше. И вас ждет открытый путь. Путь истины, путь правды, который приведет вас к желанной цели. Троечка кубков и старший аркан солнца. Путь к желанной цели. Путь гармонизации вашей жизни. Давайте посмотрим конкретные события. Какие вас ждут конкретные события. Очень неожиданно примите какое-то серьезное решение. Король мечей и восьмерочка жезлов. Карта скорости, молниеносности, быстрого развития событий. Вселенная вам подкинет какую-то ситуацию, неожиданный поворот, вот тогда, когда вы не будете этого ждать. Поэтому не нужно отчаиваться, не нужно погружаться вот в эти негативные мысли, что у вас уже никогда не будет счастья и удачи, что благополучие вас покинуло навсегда. Нет. Очень неожиданная будет какая-то история, потребует от вас принятия решения. Нужно будет быстро определиться. Это касается какого-то союза, двоечку жезлов, какого-то союза партнерского. Девятка мечей здесь, давайте уточним. А вам нужно выходить из прежней боли. Девятка мечей. Вы уже привыкли к этой ситуации. Вот это все стало уже вашей стабильностью. Вам уже и хочется, и не хочется из этого выбираться. Иногда хочется перемен и теплиться надежда на то, что, возможно, еще что-то изменится к лучшему. Но в целом вот эта стабильность, которая сегодня есть в вашей жизни, она уже устоялась. И здесь такой момент. Вам не хочется ничего менять в своей судьбе. Ну, смотрите, вы можете просто пропустить какую-то благоприятную возможность по восьмерочке жезлов изменить все кардинально к лучшему. Вы не верите никому. Семерка мечей. Ну, понятно, да, однажды обожглись, и поэтому сейчас очень трудно поверить. Поэтому карты здесь дают такой совет. Перезагрузить собственную жизнь, поставить точку на каком-то обмане, отпустить эту ситуацию, отпустить человека с миром, даже если он не прав по отношению к вам, даже если вы вложились в эти отношения, даже если вы спасали человека, даже если вы много отдавали, чрезмерно много отдавали здесь, при этом не получали обратной связи. Это неважно. Это не нужно держать, не нужно обижаться, не нужно винить кого-то. Вы сделали всё то, что могли. Если вы помогали от чистого сердца, поверьте, это вам воздастся в будущем. Вселенная вернёт вам это бонусом, приятным каким-то, какой-то неожиданной удачей, неожиданного везения. Может быть, даже как раз по восьмёрочке жезлов и будет какая-то удача, случайность какая-то, приятная неожиданность, которая позволит вам перезагрузить собственную жизнь. Наконец, выйти на путь истины, на путь правды и на путь своего благополучия. У нас интересный очень поворот идёт в раскладе. Знаете, что вы уходите от ситуации, вот Вселенная вас уводит от истории, в которой вам кто-то диктовал условия, какие-то требования свои выставляли люди, либо человек. Вы вынуждены были этому подчиняться очень долгое время в силу разных обстоятельств. Но сейчас вы обретаете свободу. Старший Аркан Солнца — это ощущение внутренней свободы, это освобождение от вот этого гнёта, от зависимости от какого-то человека, который постоянно вас контролировал, держал в каких-то рамках. Вы выходите на путь финансовой независимости. Здесь женщина становится финансово независимой. Королева Пентакли. Но данная карта указывает не только на финансовое благосостояние. Чаще она говорит о том, что вы обретаете какой-то жизненный опыт. Через прошлое мы все обретаем опыт, через прошлые уроки делаем правильные выводы, взрослеем внутренне и начинаем уже совсем другую жизнь. Здесь после полной перезагрузки по карте суд вы ставите точку на каком-то обмане. Вы всё-таки используете возможность какой-то внеожиданный поворот для того, чтобы улучшить свою жизнь. Это будет отчасти какая-то рискованная ситуация. Но вы сможете заставить себя пойти на этот риск, скажем так. Сделать так, чтобы, воспользовавшись этой ситуацией, развернуть всё в свою пользу. Дома Пентакли достаточно эгоистичная особа. Вам важен материальный успех, но и духовные принципы тоже для вас не последний звук, скажем так. Вы хотите в своей жизни стабильности, чтобы духовное и материальное было равноценным. Вы к этому пойдёте, вы подойдёте к этому. Когда в вашей жизни придёт вот этот баланс долгожданный материального и духовного, у вас судьбоносный поворот какой-то будет, кардинальный туз жезлов, который как раз подведёт вас к вот этой внутренней свободе, к финансовой независимости. Вам больше никто не сможет диктовать условия. Вы из какой-то зависимости выходите. Может быть, прошлое над вами властно. Вы понимаете, что вам трудно с этим справиться. Но, скажем так, приятное, неожиданное стечение обстоятельств по восьмёрке жезлов позволит вам выйти из этого состояния и начать что-то другое, перезагрузить собственную жизнь, получить долгожданную удачу, долгожданный успех королева Пентакли и туз Пентакли. Это финансовый успех, это достаточно серьёзные деньги, это хорошая прибыльная работа, бизнес, ну и, конечно, просто удача, крупная удача. Прежние ваши разочарования совершенно не окажут никакого влияния на ваше будущее. Потому что королева Пентакли знает, чего она хочет. Ну, как правило, всегда. Она поспешит только там, где это нужно. И она будет действовать мягко и гибко только там, где это нужно. Она интуитивно, скажем так, продвинута. Да, у неё интуиция неплохо развита. А, возможно, кстати говоря, интуитивный канал у вас откроется через прошлое. Оп, то, о чём я говорила, да. Господи, старшая рука. Верховная жрица. Верховная жрица – карта эзотерическая, карта таинственная, карта непознанного, да, тайных знаний. Прошлое вас погрузит во что-то. Кто-то в веру сможет окунуться. Да, кого-то заинтересуют вопросы мироздания, смысл человеческого бытия, философские моменты. Да, кто-то в эзотерику уйдёт. Здесь открытие интуитивного канала идёт. Интуитивный канал открывается через неприятности, да, через сердечные какие-то переживания, через трансформацию глубокую. Что ещё нам скажут карты? Ну, вот я говорю, да, здесь человек финансово-независимым становится. Продвижение по карьере, по работе. Десятка пентаклей. Это карьерный успех, но, как правильно, в партнёрстве с кем-то, ну, вы, конечно, в одиночестве же не будете зарабатывать. Скорее всего, это партнёрский союз какой-то с кем-то. Шестёрка пентаклей. Это какая-то победа над обстоятельствами через обретение финансовой независимости. Вы к этой победе очень долго шли. И слишком многим вам пришлось пожертвовать ради этой победы, поэтому она такая будет тяжёлая для вас. Очень много было обмана на вашем пути. Какие-то разговоры, насмешки за вашей спиной. На самом деле это сплетни, пустые разговоры, завистливые. Кто? Кто вам завидует? Ну, девятка пентаклей это карта самодостаточности. Кому-то вы кажетесь человеком самодостаточным, который владеет и материальными благами, и духовными. кто-то считает, что, скажем так, вам слишком часто везёт в этой жизни. И кто-то решил установить какую-то свою справедливость. Карта дурак часто выходит именно в контексте того, что человек задумал вас обойти, обмануть. ну, для того, чтобы установить какую-то свою справедливость. Для того, чтобы открыть себе путь. у вас, конечно, ранили очень больно. Сделали так, что вы отступили назад. был период паузы, отшельничества в вашей судьбе, но он подходит к концу. Вы выходите на тропу победы. Победа нелёгкая, повторюсь, эмоционально тяжёлая, но это победа. по итогу. По итогу вы получаете жезл, да ещё какой, императора в придачу человека, с которым вы пойдёте по судьбе. Ух ты ж. Сколько мужской энергетики. Вокруг вас очень много мужской энергетики будет. Много мужчин, как минимум двое. одного вы получите себе в надёжные партнёры. В мужья, может быть, потому что император это статус. Это человек, на котором вы остановите свой выбор. Понимая, что вы в этой ситуации одержали победу и понимая, что вы находитесь в центре внимания, будучи будучи при этом финансово независимой уже женщиной, ну, скажем так, со стабильным заработком, да, может быть, и речь не идёт о больших деньгах, всё-таки расклад общий, у каждого по-разному. Но здесь будет и мужское внимание, и деньги. И вот она ещё, семёрочка жезлов, это тоже победа. Это тоже ваша победа. Итоговая карта. Очень много здесь карт таких мощных, да, говорящих о выигрыше, о продвижении, о победе над этой ситуацией. Будьте готовы к неожиданному повороту событий. Вселенная наблюдает за вами, видит эту вашу ситуацию непростую. И поверьте, что вам будет дана возможность изменить всё к лучшему. Для вас откроется путь, вы получите возможность действовать, управлять обстоятельствами. на сегодня всё. Надеюсь, информация была для вас полезной. Я прощаюсь с вами совсем ненадолго. субтитры субтитры